Всем привет, я Егор, и эта история глупости будет действительно посвящена глупости, а заодно жестокости, некоторым одиозным аспектам культуры черного континента и теме меньшего зла. Итак, экваториальная Гвинея, которая с конца 19 века до середины 20 века, была не самостоятельной страной, а небольшой испанской колонией. Причем колонии, на которую было всем более или менее в Иберии наплевать, потому что ничего сверхценного там не было. И вот в 1968 году ООН организует там конференцию, по результатам которой экваториальная Гвинея становится суверенным государством. А к власти там приходит один весьма и весьма интересный человек, за недолгое время правления которого одна из самых более-менее благоустроенных территорий в колыбели человечества превратится в одну из самых гнусных дыр на земле. А зовут его... Франсиско Массиес Нгема Би Йога Ньеген Донг. На тот момент ему было 44 года. И чем же он занимался до этого? Скажем так, вы не хотите видеть у власти человека, который за всю свою жизнь не отличился ни одним талантом, кроме умения лизать руку хозяевам. Поскольку другими умениями, талантами и навыками он не отличался, только благодаря этому он сумел добраться до достаточно высокого поста в колониальной администрации, по сути, до статуса мэра. А ведь даже экзамен на получение права становления госслужащим он сдал только с четвертого раза. Внимание, вопрос! Как же это, собственно, ничтожество умудрило и стать президентом, когда экваториальная Гвинея получила независимость? Ответ довольно простой. Все посчитали его удачным компромиссом. Выходец из народа фанк, самого распространенного этноса в экваториальной Гвинеи, никогда не выказывавший самодурство в отношении властей, занимающий достаточно высокий статус и достаточно известный, и при этом недостаточно крутой и какой-то прям, знаете, мощный дядька, чтобы, например, национализировать частные хозяйства, которых осталось довольно много, ну, принадлежавших белым плантаторам. Очень дальновидный выбор, не правда ли? Первое, что сделал Нгема, придя к власти, это доказал, что все власти, имущие, включая тех самых белых плантаторов, неправы и конфисковал вообще все земли испанских фермеров в пользу государства. Ну, просто однажды, идя по улице, он указал пальчиком на испанский флаг, и все поняли намек. Начались просто страшные погромы. Нгема возглавил не только страну, он, по сути, стал вождем антииспанского антибелого движения, которое состояло из черной молодежи, бывшей очень недовольными тем, что, ну, все деньги и ресурсы принадлежат, в общем-то, белым. И поэтому 7 тысяч испанцев, которые все еще оставались на момент обретения независимости в Гвинеи, быстренько покинули страну. Ну, а те, кто не покинули, были забиты камнями и палками. Такая грустная история. Однако, если вы думаете, что это справедливый гнев и справедливая месть, направленная против белых угнетателей, то вот вам один занимательный факт. В экваториальной Гвинеи живет три основных народа. Фанк, Буби и небольшой совсем процент пигмеев. Причем фанк, это большая часть населения страны, очень немного Буби и практически никаких пигмеев там уже вовсе не осталось. И знаете почему? Правильно, потому что местное черное население тех же самых пигмеев просто буквально не считает за людей. Конечно, не все были рады такому веселому началу правления Нгемы. В особенности в правительстве. В особенности в кабинете министров. Поэтому из 12 министров 10 были казнены. Вообще, хоть какой-то бюрократический аппарат остался только у силовых структур. У полиции, тюрем, гвардии. Ну, в общем, ровно столько, чтобы можно было на все нужные посты рассадить своих родственников. Итак, после того, как Нгема избавился от белых угнетателей, а затем от дармоедов в правительстве, настало время умников и нердов. Интеллигенция была запрещена. Вообще, было запрещено даже слово «интеллект», включая все его производные. А еще библиотеки. И все типографии. И все газеты. Кроме двух правительственных пропагандистских газет, но их тоже в итоге закрыли. Ну, а всяких умников и всякую интеллигенцию казнили вовсе без суда и следствия. Ну, либо не судили, а бросали в тюрьмы. Либо бросали в тюрьмы и потом казнили, потому что че их нердов кормить. А еще закрыли церковные школы. Светские не закрыли, но светских просто было некому работать. Вот, кстати, о церковных школах. Да, после интеллигенции настало время для торговцев опиумом для народа. Католическая церковь, естественно католическая, это же бывшая Испания, была запрещена. Иностранные священники были высланы нахрен из страны. Местным священникам запретили проповедовать и проводить ритуалы. Но этого было маловато, ведь в конце концов нам всем во что-то нужно верить. А поскольку Нгема уверенно шел к тому, чтобы ничего кроме него вообще в этой стране не осталось, то выбор оказался очевиден. Так он стал обладателем не только пожизненного статуса президента, но и статуса живого бога. А несчастные вот эти вот жалкие крохи, которые остались от пропагандистского аппарата, начали проповедовать местному населению простую, очевидную, понятную истину, что созданием, если не мира, то, по крайней мере, экваториальной Гвинеи, они обязаны именно Нгеме. Серьезно, они даже вешали его иконы в опустевших католических церквях. Забавно, что Папа Римский в какой-то момент попросил его объясниться за этакое поведение, на что Нгема просто пообещал, что он разбомбит проклятый Ватикан. Ну, он этого, правда, не сделал. Ну, а в 1975 году он решил пойти еще дальше и просто запретить любую религию и веру. Забавно, что это совпало с закрытием тех двух самых последних правительственных газет. Кстати, иностранная культура, христианские и испанские названия, большая часть музыкальной культуры, электростанции, любые политические организации, кроме свежеобразованной рабочей партии, ношение очков и дипломатические отношения со всеми странами, кроме принципа и, естественно, КНДР, остались в прошлом. И, кстати, рыбацких лодок и значительной части дорожной инфраструктуры тоже не осталось, потому что ими почему-то активно пользовались, чтобы сбежать из этого земного Эдема. А еще в прошлом, кстати, остались, ну, зарплаты. Зарплаты их... Ну, зарплаты были, но они были только у силовиков, поэтому можно считать, что они тоже остались в прошлом. Собственно, с последним он и погорел. Считается, что Нгеман Донг к концу своей жизни вообще окончательно сошел с ума. И лучше всего это подтверждается тем, что в конце 70-х он перестал платить зарплаты военным. Кстати, когда я говорю «он», я имею в виду буквально «он», потому что к тому моменту весь государственный бюджет перекочевал ему в карман. Но поскольку директор Национального банка был к тому моменту уже все равно расстрелян, это не важно. Вообще, это отдельная история. Ну, так вот, когда к нему пришли офицеры с вопросом типа «ну чё, как-то, может быть, мы там как-нибудь порулим вопрос с финансами», он их расстрелял. И премия Дарвина в категории «самый бездарно подпиленный под собой сук» достается... Ладно-ладно-ладно-ладно, с кем не бывает. Но что там, подождите, с деньгами. Знаете, весь государственный бюджет, как я уже сказал, хранился лично у него. Часть в чемодане, часть под подушкой, и огромная часть в бамбуковой рёще рядом с дворцом. И догадайтесь, что с ними случилось. Раз, два, три... Она утонула. Ну, в общем-то, большая часть из них, естественно, сгнила. И последние два чемодана он ухватил с собой, когда 3 августа 79-го года его родной племяшка таки организовал против него военный переворот. Теодора Обиангнгемамбасога. Да, с помощью четырёх сотен марокканских наёмников, чьё предназначение на самом деле будет чуть позже. Ну, кстати, бегал Обиангема недолго, пару недель. Потом у него кончились баксы. Он их съел. К этому моменту от 300 тысяч населения осталось меньше половины, причём в весьма жалком состоянии. 125 тысяч бежало, и ещё 50 тысяч погибло. И это за 10 лет. Кстати, министра по демографической статистике, который решил в какой-то момент этим всем обеспокоиться, его расчленили. Чтоб считать научился, понимаете? Расчленили. Ну, короче, живого бога и диктатора, естественно, приговорили к смерти. Но, как я и говорил, население пребывало в довольно жалком состоянии. Например, в основном они все были уверены, что он Гемондонг, ни много ни мало колдун. И поэтому, ну, типа, нельзя его трогать. Помните про 400 марокканских наёмников? Не-е-е, они не испытывали иллюзий на этот счёт. Никаких. И тут бы и закончить историю всего этого абсурда, если бы она не продолжалась по сей день. И речь даже не о том, что там до сих пор гуляют слухи о неупокоенном духе бывшего президента. Речь о его племяннике. Который до сих пор правит экваториальной Гвинеей. И тоже, кстати, считается живым богом. И не собирается выпускать власть ни на йоту. В 2000-х его даже дважды пытались свергнуть. Один раз какие-то иностранные государства, один раз местные мятежники. Но нет, он всё ещё там. И чувствует себя относительно неплохо. Туда ездят туристы, члены семьи Нгемы не стесняются обладать недвижимостью в США. В 2011 году президент Теодора и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев подписали договор о военно-техническом сотрудничестве. Теодор и Нгема светятся в списке Форбс. И страдая от рака, никак бедняга не может определиться, кому же передать власть. И ничего, живёт, никто его особо не трогает. И, казалось бы, как это связано с огромными запасами нефти, обнаруженными в экваториальной Гвинеи в 1991 году? Мало что может быть настолько же кошмарно и ужасно, как сочетание глупости, безумия, жадности и жестокости. Поэтому помните, что в истории больше глупости, чем чего-либо ещё, где-либо ещё. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вспоминайте других задорных африканских и не только диктаторов, и что вы на этот счёт думаете. Спасибо вот этим вот людям за поддержку на Патреоне и за то, что они выбрали эту тему. Спасибо всем остальным патронам и патронессам, которые нас поддерживают. Можете поддержать нас и вы. Все дела, всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok